всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто интересуется этими темами и все кто попал случайно на это видео я всем вам желаю всего самого доброго и светлого все сферы вашей жизни желаю достигнуть познания истины и усовершиться в ней у нас сегодня тема веганство я хочу в этом ролике ответить что же это такое что же это такое и по плоти и по духу по внешней и по внутренней форме и так мои ролики обычно очень длинные но я постараюсь сегодня быть максимально краток уложиться минут в 10-20 хотя обычно ролики меня часовые веганство у вас есть на экране картиночка и тексты я попрошу вас очень внимательно слушаться и вчитаться в то что вы видите читаться в то что видите на экране слушаться то что я вам буду сегодня говорить веганство это индивидуальный раз децентрализованный 2 внесистемный 3 протест против как бы это не тавтологично звучало бессмысленной и без чувственной то есть бессердечный бессмысленной глупый неразумный невежественной бесчувственной бессердечной бессовестной безбожной без жал без жалостной человеческой тупости жестокости греховности какие угодно сюда слова вкладывайте жизни я так разжевал на экране это более коротко веганство это индивидуально децентрализованный внесистемный протест против бессмысленной и бесчувственной человеческой жестокости вот что такое веганство естественно в жизни она проявляется того человека который принял это она проявляется в чем эта жестокость конечно же в жестокости проявляемой к живым существам ко всем животному и растительному миру обычно в частности веганство конечно же это о бесчеловечной жестокости к животным к живым существам к живым душам это очень важно понять это любви к животным а в чем проявляется любовь любовь не делает ближнему зла первое это не творение зла 1 ты человек отказывается этот человек отказывается от потребления всех любых продуктов которые происходят посредством эксплуатации или убийство живого существа тоже мясо который очень любит называть продуктом это есть продукт убийство живого существа чувствующего боль страдания и не желающего умирать естественно в мире лежащем во зле в мире насилия страданий скорби слез и слез бесов и и демонов которые олицетворяют собой самых настоящих людей наоборот люди которые уже давно переплюнули бесов веганство и веганы после того как они сами отказываются от творения зла в этом мире они делают все чтобы спасать эти жизни чтобы освобождать эти живые души в общем проявлять уже свою активную любовь по защите и спасению этих живых душ вот что такое веганство это по духу и по плоти знаете нету вегана но открытого вегана активиста проповедника блогера евангелиста этой темы который в свой адрес в комментариях где-нибудь в интернете неважно на каком портале там ютуба или социальных сетей какой-нибудь да не не слышал не читал что доморощенные сектанты достали уже так вот веганство как раз и является веганство вообще это часть христианства но даже если рассматривать сегодня мы будем с вами как бы отдельно я хочу чтобы этот ролик послушали люди не только исповедующие какие-либо религиозные направления неважно христианские христианские сегодня на один ролик как бы забудем о боге хотя в конце кое-что все-таки схожу как христианин я не могу все равно молчать о таких вещах но допустим предположим что мы будем трогать сегодня бога и божественной природы это что то что он является личностью и сущностью всего бытия так вот наверное нету вегана который не слышал бы в свой адрес о домороченстве их христиан сектантского до образа жизни или как это даже не звать назвать не знаю сектантского движения хотя в том то и дело что веганство не не имеет себе никаких корней и признаков секты я не буду вам сегодня забивать голову почему веганство не является секты потому что на самом деле вы даже с трудом найдете так скажем точное определение секты потому что слово даже секта на самом деле внесет в себе порой и положительный отрицательный смысл когда-то христианство иудеи иудаизм называл секты теперь христиане называют иудеев иудаизм такой же не христианской пусть но тоже секты да вот и всех как и какой христианская там конфессия называет всех остальных своих несогласных адептов с ними тоже сектантами да причем самые крупные так называемые церкви да здесь то же самое по поводу веганство конечно же я не буду вам по пунктам все перечислять но одно из основных как может быть какая-то секта под секта подразумевается какое-то такое сплоченное общество с одним там непререкаемым авторитетным лидером с жесточайшей иерархии самой структуры организации наверху с этим управителем да с этой иерархичностью с с острожайшей дисциплины в этой организации до с непререкаемым авторитетом этого лидера игры с исполнением всех его приказов и что еще обязательно какое-то системное обучение это обязательно обязательно какие-то обряды культы и так далее что эта организация вместе вытворяет это от вам просто на вскидочку вы все прекрасно в этом мире живете с открытыми глазами все это сами понимаете так вот веганство ничего этого не имеет веганство вообще не может быть по определению какой-либо секты потому что это абсолютно децентрализованное движение именно это говорит о его истинности его божественности хотя в моем понимании как христианин и веган это часть христианства христианство более общее учение истины познание истины но об этом позже и плюс я еще хочу отдельный ролик записать веганство или христианство но этот ролик он за просто веганство веганская секта я назову да и вот так хотел назвать так назову мы начинаем с того что это индивидуальный протест вегану безразлично кто еще веган если еще кто его сердце открыты истины его сердце разрывает любовь ко всему живому поэтому это его личный индивидуальный протест жестокости мира людям лежащим возле и творящим эти беззакония он сам перестает делать это зло и проповедует всем чтобы это не делали защищая сам эту жизнь и счастье поэтому он уже сам по себе это индивидуальный проект даже если веган останется один на земле ему до лампочки он будет один все равно благовествовать истину о любви к животным это очень важно поэтому если он один то какая может быть секта но даже слава богу веган не один на этой планете веганов много у них есть какая центральная организация нет есть какой центр власти нет есть какой-нибудь великий лидер веганство нет до веганстве я хочу все-таки провести теперь уже аналогии буду с христианством с истинным христианством кто меня слушает все вы со мной не знакомы то я свободный во христе проповедник истины никакой религиозной секте самых настоящим понимания я не отношусь ни к хурославнику только не протестантам более того я и всех разоблачаю обличая их беззакония дабы люди не вкушали эту блевотину и не шли прямиком в ад я проповедую самое истинное настоящее христианство о котором проповедовал бог явившись во плоти иисус христос она абсолютно вне системные иисус никакого лидера не ставил иисус не создавал никакой системы иисус не пытался сделать какой-то центральный орган власти и каких-то ведущих непререкаемых лидеров иисус этим не занимался христианство точно так же просто как и веганство но об этом я скажу в конце дабы поставить печать будучи христианином в проповеди истины и услышав от меня всю суть христианство которую можно изложить 5 минут в этом убедитесь но об этом позже веганство никакой центральной власти никакого центрального органа и никакой системы нету веганстве никакого образования вся идеология веганство вот в том что мы сейчас вами сказали это даже мы еще много сказали потому что вот именно речь опять идет о том что веганство это секты приходится это разжевывать а вообще идеология веганство это любовь к живым душам для христианина или для человека верующего признающего в бога неважно верим в него нет он просто существует человек признающего бога примирившись с ним это еще и божьи творения в которых бог вдыхает свое дыхание жизни давая им все для не просто жизни а радости жизни блага бытия то есть счастливой жизни наслаждение жизни у них есть точно такие же органы чувств нервная система с нервными окончаниями до ручки ножки глаза ушки язычок у них есть все органы которые могут получать эти чувства до разные и потом через анализ там через всякие химические процессы кайфовать от этого вот именно об этом веганство это любви к животным а любовь не причиняет ближнего зла а любовь дарит ближнему счастье добро ну дарит радость до через которое ближний становится счастливым вот все вам веганство для этого не надо никаких богословки школ лет веганских школ до не начальных не средних не средней технике специальных не высших никаких не нужно учебных заведений тоже пропадет веганство любовь вообще по сути заложено в каждом человеком ибо бог всячески во всем ибо бог есть любовь и он всячески во всем любовь она в каждом человеке каждый человек по природе своей свет честь и абсолютно добр но к сожалению человек обладая свободой выбора ибо бог есть свобода а он есть всячески во всем человек может уклоняться от этого света от этого добра от этой любви и становиться самим злом творя это самое зло к миру его окружающим вот и все до веганстве как и в истинном христианстве есть люди слова проповедники есть активисты у которых может быть нет дара супер речи но эти люди стоят с плакатами он может быть не может долго и красиво говорить и умно но он может кричать громкие и короткие лозунги есть люди готовы пожертвующие свои активисты так скажем как правильно назвать самопожертвователями до люди готовы отдать свою жизнь которые ложатся под фуры животных которых везет на бойне до которые ценой и собственного здоровья с риск и жизни даже потери саму жизни снимают эти репортажи на всех этих скотобойнях их элементарно на чужой территории до могут просто лишить игру не дар не только здоровья но и жизни есть такие есть даже такие кто топит там хорошо за здоровье есть такие есть кто топит за этичный образ жизни есть кто за то что там будешь просветление конечно это уже как и в христианстве вот это уже уклонение которые конечно же из веганов делают не веганов там зоживцев или еще кого-то к сожалению истинного блага эти люди не приобретают очень часто от веганство отваливаются вот но все эти люди все равно плохо хорошо какую-то свою конечно копеечку тоже вкладывает это вот живой пример просто разновидности учения но никто не не знаю из учения а разновидности самого движения и никто никого все равно не пытается систематизировать до истинные веганы всегда будет обличать обличать зоживцев за их эту пропаганду более того если зоживцы просто себя позиционировали как зоживцы очень часто вы можете встретить в интернете зоживца но под именем вегана у него будет этот ник там или приставка так скажем к имени но ты смотря на его контент на его общение может даже лично с ним пообщавшись ты поймешь что просто зоживец вот и все а зоживцы долго не живут как бы это не звучало абсурдно я имею ввиду не телесную их не жизнь а духовную их не жизнь эти люди при первых неприятностях жизни болячки проблем со здоровьем отваливаются своим зоживцам от якобы того веганство которым они себя очень часто причисляли вот но есть и действительно веганы настоящие то немножко уклонился не договорив есть кто веганскую кулинарию проповедует так скажем но он он действительно настоящий веган у ты но не нет там супер дара слова он не активиста он не жертвователи как их правильно назвать это такая особая каста людей которые действительно спасают этих животных есть те кто вот ну ладно и вот этих кулинар и все с ними закончим тоже хорошо конечно хоть и маленькую они вносит лепту и конечно есть более-менее адекватный у который спрашивает или они где-то во время своих кулинарных успевают все-таки вкрутить то что он веган и вообще веганство это любви к животным вот есть такие кто ухаживает за животным кто устраивает организовывать эти приюты для спасенных этих животных от скотобоины из живодеров этих садистов вот и содержит их за свой счет в веганстве нет никакой системы денег никакого веганского банка всемирного как есть там ватикане в православии в протестантизме везде нет там ничего такого они не собирают никаких денег до веганский активист активист проповедник такой вот человек который решил организовать приюты чтобы дохаживать за этими животными спасенными эти люди нуждаются конечно же в деньгах мы все живем обычном мире и слава богу что есть люди их поддерживающий потому что проповедник не может активист вот такой вот человек этот приют не может один человек он сколько должны где должен работать чтобы еще где-то зарабатывать и там я видел приюты сейчас все это в интернете доступно действительно там женщина у нее там сотни этих животных она где должна эти деньги брать слава богу что я говорю вот кто сравнивает с христианством я сейчас для вас сравниваю кто знает истинное христианство услышит мне поймет что христианство названо самим еще иисусом потом и апостолами телом христом и что в одном теле есть разные члены рука нога голова уши и каждый член в своем теле играет определенную роль поэтому где настоящие веганы они конечно друг другу не осуждают и не долбит за то что там немножко мы разные действительно у кто-то это уста это голос веганство вот все конечно разные кто-то руки вот это все делает слава богу что мы все разные да тут в этом нет ничего плохого 70 году в этом плане поддерживаем но действительно кем бы то ни был проповедником содержателем этого не получится мне на 10 минут как всегда мои ролики часовые но кто хочет что-то будет слушать и неважно в какой-то из этой так скажем деятельности веганского тела христова я так буду выражаться все-таки христианским полу языком не могу без этого знаете в любом случае это лишь образ и конечно же когда вегана даже руку ли на расспрашиваю почему он веган он конечно же должен засвидетельствовать об истине а то что веганство это не не о кулинарии трупажорская кулинария она не менее вкусная чем веганская ты никогда это не докажешь трупажор более того любой практически веган это бывший трупажор редко вы найдете вегана которого с детства так веганы родители воспитали да и он пройдет прекрасно понимает только глупец конечно будет отрицать да со временем те через психологическое восприятие начинается отторжение к пище трупажорской но это лишь психологическое на вкусовой она ну может это и на вкус глубина психологии конечно все это может влиять и может и вырвать потом от этого куска котлеты да но это все связано с психикой а если действительно абстрагироваться но и реально давать честные ответы что невкусно трупажорская пища конечно вкусные веганы это не об этом веганы это о том что человек понимает прекрасно что любовь и царство небесное и веган вере что то что справедливое и доброе любвеобильное общество возможно только при любви ко всему невозможно что-то любить или получать удовольствие радоваться за счет страдания ближнего тем более которого до за большие бетонные стены поместили якобы я ничего не вижу я тут счастлив вот веганы именно именно об этом да и конечно же поэтому кого бы не спросили и какого бы кем бы ты там веганом не был я говорю ты может быть кулинарный блок вести но если тебя вдруг есть возможность в россии приютить это животное сможешь ли ты отказать или хотя бы ты можешь об этом объявить на канале там что-то сделать то есть конечно же игру это хоть и мы все в чем-то уникальное но надо не забывать что при этом это лишь образы и с чем мы с вами сегодня начали веганство это индивидуальный протест это индивидуальный образ жизни его вмещает все веган хочешь не хочешь плохо хорошо начинает вот я да так скажем холостой мужчина много лет и я естественно сам себе готовлю у меня нет суперкульт ну готовит я по-любому сам я могу поделиться тем что я готовлю да вот то есть я сам в любом случае готовлю да у меня есть свой дом своя земля с недавних пор другая в другом месте и я есть конечно же нужно будет я буду при при я не конечно пока не организовывать какой приют так не был таких стечений обстоятельства но если бог так по пусть и я увижу в своей жизни что ко мне кто-то обратиться лет начнут происходить я конечно же это сделаю я проповедую веганство и никаких акций особо вокруг меня в физическом мире я не знаю я сейчас живу даже не в крупном городе в деревне в обычном недалеко есть мой родной крупный город воронеж миллионник но даже там веганские тусовки я подписан на некоторые группы веганов воронеже и они никто ничего там не проводит вот один раз была на моей памяти и у меня просто же не получилось так обстоятельства стеклись у меня были тоже другие дела не получилось у меня попасть туда вот я очень хотел как раз там познакомиться но не получилось да и все я не вижу я с радостью буду стараться конечно же на них тоже ездить хотя у каждого свой дар свои возможности вот именно ты что-то взвешиваешь каждый день на своих весах но я если еще так увижу конечно же вот именно ты не можешь ехать куда-то в москву из какой-то может быть двухчасовой тусовки у этого я вот могу ролик выпустить за это время какая разница что я меньше сделаю нет то есть конечно каждый что-то старается делать но если есть возможность сделать больше это в пределах твоих сил надо делать да вот так вот вот что такое веганство конечно же поэтому веганство когда сектанты кидаются веганов это конечно они понятно просто пытаются человеку унизить оскорбить обидеть человека чистого светлого проповедующего любовь и благо бытие то есть счастливую жизнь но они конечно же ошибаются потому что веганы это действительно свобода такую же свободу я теперь закончу все-таки на христианство я проповедую во христе я сейчас засеките за ну хорошо 22 вижу мне за три минуты скажу что такое христианство христианство это учение почему и веганство является частью его это учение о любви не только животным а ко всему божьему в творении в том числе бога который все сотворил но правда невидимым богу мы любить не можем а можем проявить свою любовь к нему в чем в нем во всем всячески себя проявляем и и дополняет казалось бы морской дополняет веганство на самом деле она в себя просто вмещает что веганство не говорит о бессмертии а это очень важный аспект человеческой жизни причем неважно веган атеист как там говорят да верит в бессмерт не верит им просто каждый человек обладает априори ибо бог который есть и все его творение она сама по себе беспертным всячески во всем и принимаем мы это или не принимаем ну или как пулять слова вера мне она даже не очень нравится хотя я сам как говорят верующий человек но не верующий я знающий человек и неважно принимаем и бессмертие или нет она просто есть но от принятия этого закона бытия а это бог бог есть просто истинного просто есть он есть этот закон хотим мы или не хотим от принятия вот этого постулата человек обретает полноту счастья любовь свободы и бессмертия бессмертия 1 вегана к сожалению ему даже тяжело оперировать ко многим веганам не не влезу я в пять минут них уветь я так кратко говорю бессмертие неважно если не вегану вот во христе просто веганами даже тяжело оперировать вот к религиозникам почему мне легко сам апостол павел писал если завтра умрем ешь писи ешь пей веселись душа моя в чем смысл если я умру нет никакой ответственности нет никого так как такову ту суда сама суда на самом деле истинный христиане проповед что бог конечно же никого не судит но каждый как и по словам иисуса который об этом постоянно говорил получает по делам своим а получая по своим делам мы радостно не будем это мы только на словах еще надала там до лампочки нет не до лампочки тоже когда ты кого-то бьешь тебе до лампочки но когда этот кто-то и встанет и треснется тебе это beezbole бейсбольный бит и обратно по голове тебе станет не до лампочки и это произойдет с каждым человеком и все что в этом мире вот возвращает и возвращается назад и в том то и дело в 100 завтра умрешь тогда всем до лампочки то что многие видят реальность жизни что многим злым людям ничего не возвращается в этой жизни и вегану неисповедующему бессмертия природы бога всего его творения всего бытия тяжело человеку даже ответить и принципе ему нечего ему ответить и вот о вегану во христе человеку исповедующему ну в бессмертие верит и там мусульмане и евреи до исповедуют даже вот назову вегана него христе даже сегодня а сейчас в данный момент о вегану в боге все таки то что все признают бога бессмертным да и соответственно кто верит что он не от обезьяны произошел является образом подобие бога то понимает что они бессмертны а значит рано или поздно тебе все равно придется вкусить уроки жизни в этой жизни в реинкарнированной жизни на страшном там великом суде на частном суде после каждой жизни ты это будешь делать и это будет неприятно это только сказки когда ты вот именно пока это не примешь когда ты примешь ты все поймешь тоже действительно я вам живые примеры говорю ты бишь битый по зубам человеку да тебе все равно когда тебе ударит и поймешь что это не все равно это ужасно свободу конечно проповедуют и веганстве тут я лишь просто добавлю естественно истинное христианство бог есть свобода именно все в нашем мире происходит по-то по тому закону потому что бог его бытие и каждый из нас с вами свободен определяться между добром и злом единственное опять веган который не проп не исповедует это что бог сущность бытия что его бытие свободно они многие тоже уклоняются как и религиозники псевдо христиане что вот бог там одних убьет или надо одних убить послать в ад там заточить этих негодяев неважно фашистов педофилов насильников бог всячески во всем каждое его каждое создание на земле это его творение и бог никогда не уничтожит ни одной из своего творения то что он есть любовь и он любит любое свое творение если он любит его не злым а хочет чтобы он был добрым но это любовь и опять основываясь на постулате фундамента бессмертию богу просто нет выбора не любить его много не может уничтожить он бессмертен как он сам и бог не может уничтожать сам себя никто себе париться палец резать не будет даже если он немножко загнил мы хотим его вылечить и сохранить так и бог относится каждому своему творению к живому существу который в котором он всячески во всем присутствует и опять же поэтому тут я уже беру не просто веганов там в боге да потому что кроме истинного христианства этого не проповедует никто бог есть абсолютная любовь и поэтому веган во христе он всегда выше любого вегана потому что он понимает что любой человек не просто достоин покаяния а он должен когда-то покаяться и любой веган во христе желает каждому человеку покаяться он не жаждет как и бог не хочет смерти грешника но чтобы обратился и жив был так говорил иисус и те веганы которые во христе становятся вот такими не проповедует то что я сейчас вам говорю несмотря на всю нашу бывает стойкость твердость как некоторые выдают это даже за агрессию грешникам в частности к убийцам животных труппожором и падальщиком нет это лишь это лишь и внешнее проявление твердости но внутреннее желание любого человеку донести истину чтобы он покаялся потому что эти люди не проповедуют не дуализм бытия добра и зла не вечная да это добро и вечное зло когда там пребывание после великого суда нет они прекрасно понимают что бог это абсолютное благо это абсолютно любовь всячески во всем присутствует но и уже нам назад возвращаемся или по кругу идем или назад отходим но благодаря тому что каждый обладает свободой и вечной жизнью он избирает то что он избирает но естественно вечно в аду жить невозможно и веганы во христе верят в то что бог конечно же учит каждого человека воспитывает каждого человека обстоятельства внешние обстоятельства жизни и в жизни мы видим происходит разделение его поспор человека в такие поставляет условия обстоятельства жизни чтобы он пожал то что он все чтобы он получил должное воздаяние свои добрые или злые дела и тогда у человека становится мозги на место поэтому веганство конечно же является частью христианства я уже сказал конечно хотел отдельную проповедь скал тут уже выговорился ну ладно вот но при этом веганство это действительно являясь частью истинного христианства являясь частью истины о любви о любви но к сожалению не все веганы проповедуют свободную любовь никто чуть ли не давайте тоже там законы издадим или их палкой всех забьем до этого доходит я видел такой я общаюсь я вижу комментарии пересы перри перепалки под своими постами настоящая веганство теперь так то скажу она является частью истинного христианства которая проповедует просто в узкой направленности любовь к всему божьему творению имеющим живые души ну естественно проявляется это вне творение зла и сколько можно творение добра защищая и спасая благо бытие жизнь этих живых существ вот такой вот мой вам ответ на те на вопрос что такое ну так скажем самому себе заданному вопрос что такое веганство по поводу того что мы сектанты знаете как пост вот увидел в интернете когда я стал веганом не было чувство что я вступил все кто было чувство что я все ушел из секты конечно же люди убивающие проповедующие убийство животных ради пожирания их трупов это и есть самые настоящие сектанты вот в как в самом плохом смысле слова до адепты дьявольской системы через людей в мире проявляемых которые действительно являют самой настоящей секты вот как раз в том понимании в каком они обычно предъявляют тем же самым веганом это абсолютно централизованная узаконенная система злодеяния греха и убийства и они именно частью а зачастую не просто шестерен и шестерен очками а именно двигателями а порой даже аккумуляторами тот кто начинает все это источником всех этих злодеяний являются но там порочный круг спрос рождает потребление до от этого никуда не денешься поэтому конечно же люди многие среди ну когда мы все конечно же веганы нормальный настоящий веганы став веганами из любви к животным познав эту божественную истину которой есть любовь приняв ее в свое сердце раскрыв ее в своем сердце они конечно же всегда любом про будет проповедовать что и вот так качать головой да да я от всех титаты как раз в ней да а я как раз обрел полноту счастья в свободе и любви потому что сама любовь это и свобода а грех порабощает человека это происходит порой на невидимом уровне но это так человек находящий в грехе иисус когда-то как раз так и сказал когда говорил фарисеев саддукеем до всем грешникам что вы рабы да они ему в ответ сказали мы не были рабами никому никогда иисусом ответил они подразумевали по плоти асусом сказал о духе что если бы вы не делали греха не были бы и рабами греха до всякий делающий грех иисус сказал раб есть греха вот так вот ну и по поводу все-таки закончу я на тех людях которые якобы называют себя какими-нибудь верующими и якобы верующие в бога особенно якобы верящего в бога который есть любовь абсолютное благо то как раз вы если вы убиваете животных проповедуете их убивать пожираете их трупы являясь по сути просто падальщиком если вы не сами их убиваете а пожираете трупы заплатив кому-то за убийство уже и жрете падаль через несколько там суток часов неважно часов суток месяцев а может даже неделя может быть даже и месяц вы обычные падальщики и вот все вы которые особенно веганов называете сектантами вы как раз и есть сектанты вашей дьявольской религии как раз самые настоящие религиозных как это культовых убийств потому что вы убиваете и особенно религиозники оправдываясь это эти свои злодеяния якобы богом якобы ему в жертву все это нужно я поговорю еще дабло и добро делаете до сладкое благоухание более того знаете что самая печальность все это что вы являетесь не просто какими-то конченными тупыми бессердечными адептами вы в этой религии знаете кем являетесь лидером дьявола каждый из вас в этой секте это самый настоящий всех те убийства животных да вы являетесь самыми настоящими дьяволами для животных вы в будущем мире в который хотите попасть где бог будет бог любовь будет вашим господином как вы горите богом нет вашим господином и богом будет там как и является здесь сейчас сатана ангел смерти и вы себя в этом роли в этой в этом театре жизни проявили кем какую роль вы сыграли в этой жизни роль дьявола для животных бог сотворив мир и дав все живое как написано в первой главе всю природу человеку в господство чтобы он в этом театре жизни проявил себя кто он бог любовь или бог дьявол сатана ненавистник жизни и всего доброго вот вы все кто убиваете животных проплачивать эти убийства пожираете их трубы вы все как раз сектанты и религию и и как раз адепты вот этой вот дьявольской религии смерти страданий слез и насилия более того вы ее лидер являющийся именно дьявола в этой своей секте на этом у меня все надеюсь это видео кого-нибудь хотя бы приведет к деятельной святой веганской жизни которая влечет за собой радость и смех и и и и и и и и и Продолжение следует...